Возможно ли совершить кругосветное путешествие за один день? В Руден легко. 1 мая гости интернационального фестиваля «Планета Юго-Запад» совершили тур по 78 странам мира, не покидая пределов Москвы. Сегодня можно посмотреть культуру разных народов в мире с разных стран. Мы можем поехать из Венесуэли в Аргентину, из Аргентины в Никарагу, или в любую другую страну. Можно познакомиться с носителями языками, поищать культуру, поищать языки, попробовать различные блюда, увидеть, как все на самом деле есть в этих странах, задавать вопросы и представить, что буквально 5 минут мы побивали в разных странах. Это есть Руден, Руден открывает всем возможностям познакомиться со всем миром. Каждая флага означает одну страну. Каждая страна имеет свою культуру, свою историю, все, что их показывает, какие они. И вот, по-моему, вы можете прям посмотреть из носителей, даже можете поговорить с носителями языков. То есть, можете побыть во всем мире на одной площадке. Ежегодные на праздники землячества студентов Руден удивляют гостей национальными традициями и культурами своих стран. В этот раз дебютом фестиваля стали выставки землячества из Республики Корея, Республики Союза Миньямы, Эль Сальвадора и Северной Македонии. Я бы честно сказал, что сегодня у нас все в одном, то есть весь мир на одной площадке, потому что на этой площадке находятся все страны мира. И я согласен с тем, кто говорит, что на планете Юго-Запад, вы увидите весь мир. Ритмичные африканские барабаны, мексиканские маракасы, турецкие сазы, индийские ситары. Музыкальные инструменты из разных уголков земли звучно сливаются в единую мелодию дружбы народов, под звуки которой так и хочется танцевать. А красочные костюмы – это не просто национальная одежда, а элементы истории и верования народов. Сегодня мы показываем нашу культуру, наш танец, наш все из разных городов. Как вы знаете, у нас есть очень много культур в Индии. Я считаю, что каждая выставка уникальна, так как здесь абсолютно разные страны, как Азия, так и Европа. Но я представитель корейского землячества, и у нас вы можете померить национальные костюмы, попробовать какую-то, хоть и немного, национальную еду, пообщаться с носителями, возможно, выучить какие-то слова, узнать что-то новое, забрать какие-то призы. Можете также задавать вопросы, которые, возможно, вас интересовали много лет, и узнать это именно от носителей и от людей, которые живут в этой стране. Фестиваль ведет свою историю с 1987 года и популярен не только среди студентов и сотрудников, но и среди гостей РУДН, особого внимания среди которых удостаиваются ветераны Великой Отечественной войны. Впервые фестиваль был проведен 1 мая 1987 года. В этом году традиция проведения мероприятия в первый день мая возобновилась. Телевидение РУДН. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова